Добрый вечер. Сегодня час пик прямого эфира для губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Борис Немцов. 35 лет. Сделал блистательную политическую карьеру. В 32 года губернатор Нижегородской области, назначенный президентом России. Депутат Совета Федерации. По образованию физик. С отличием окончил Горьковский государственный университет. В 25 лет стал кандидатом в физико-математических наук. По данным журнала «Тайм» входит сотню молодых лидеров мира. Независим, решителен, играет в большой теннис. Независим, решителен, играет в большой теннис. Многие могут подумать, что большой теннис – это дань тому, что многие политики этим занимаются. Вообще-то я начал играть в теннис еще задолго до того, как наш президент освоил эту игру. И откровенно говоря, если бы я знал, что эта игра будет столь популярна среди политиков, то, может быть, и не начинал. И не стал бы заниматься. Да, но поскольку начал я еще в 70-х годах, когда тогдашнее руководство ничего, кроме ручки в руках, держать не могло, то, естественно, я не думал, что так жизнь быстро изменится. Скажите, а в 32 года поход в политику на волне, ну, скажем так, демократических реформ в стране, приход в политику, он понятен. Но как удалось удержаться за это время? Ведь подтянули старые волки, монстры, которые такое видели, перевидели. На самом деле, все-таки, такая карьера, если можно говорить в наше время о политической карьере, началась раньше. Она началась еще со времен выборов в союзный парламент в 89-м году. Другое дело, что тогда не удалось пройти через сито окружного предвыборного собрания. В силу многих обстоятельств. Да, ну, одного обстоятельства. Просто потому, что там сидели коммунисты, а я коммунистом никогда не был. И, естественно, они не могли такого человека просто пропустить даже на суд народа. Но после этого были выборы уже в республиканский парламент. И там я был избран в очень жесткой и в то же время честной впервые за советские годы борьбе. Было 12 кандидатов, 11 коммунистов и я. Три года. Три года. Вот. А никто не выбил. Почему, как вы говорите, старые волки не пришли на мое место? Все зависит от того, чем ты занимаешься, и как много ты врешь, и как мало ты делаешь. Если ты много врешь и мало делаешь... Вот баланс у политика между враньем и деланием каков? Чтобы остаться в живых. У каждого свой. А у вас какой? Я думаю так, что если больше 50% будет дела и меньше 50% вранья, то тогда есть шанс удержаться долго. Если же наоборот, то, конечно, это конец. Давайте поговорим о деле о вранье. Вы только что сегодня утром присутствовали при выступлении Бориса Николаевича Ельцина перед Федеральным собранием с ежегодным обращением. А как вы думаете, какую цель ставил Борис Николаевич и чего он добился этим обращением? Цель соблюсти Конституцию, если говорить формально. Дело в том, что обращение, оно довольно формально было выполнено. Президент зачитал послание и на этом все закончилось. Не было ни дебатов, ни дискуссий, ни вопросов, ни ответов, ничего. Как было воспринято в кулуарах? По-разному, естественно. По-разному. Одни люди говорили, что в целом понятна теперь позиция президента. Президент обнародовал некую свою программу действия на 1995 год. Другие говорили, что было очень много таких словословий на общие темы и ничего конкретного. Общих формулировок, округлых, неконкретных. Третьи отмечали позитивные моменты. Я считаю, что позитивным все-таки в послании можно назвать то, что президент лично обнародовал очевидную, в общем-то, идею необходимости президентских выборов в 1996 году и парламентских выборов уже в этом, в нашем, в 1995 году. Мне все-таки показалось, что в экономической части президент четко обозначил главный курс, а именно курс на финансовую стабилизацию. Хотя из уст президента это звучит сейчас довольно банально. Можно об этом было говорить в 1992 году, в 1993 году, в 1994 году, в 1995 году. Нужно уже говорить, каким образом мы добьемся финансовой стабилизации. К сожалению, в этой части, если говорить об экономической форме, вот так вот в этой части выступление президента мне показалось не очень убедительным. Просто потому, что непонятно, каким образом эту стабилизацию достичь. Ведь что сейчас анекдотичным образом получается у нас в стране? Как мы хотим добиться финансовой стабилизации? Мы хотим занять у американского народа 6 миллиардов долларов и у российского народа чуть больше. Ну, может быть, там 40 миллиардов, 40 триллионов рублей, да? Такое советско-американское СП по стабилизации российской экономики. Да, вот такое. Что касается американского народа, то судя по переговорам с Международным валютным фондом, американский народ не очень-то хочет... Не расположен. Да, да, не расположен давать деньги. Что касается российского народа, то я думаю, что 40 триллионов он сейчас найти не может в принципе, просто потому что в связи с сильной инфляцией и обнищанием люди не имеют практически свободных денег. Поэтому вот основа стабилизации финансовой, она сейчас под огромным-огромным вопросом. И я-то, откровенно говоря, хотел услышать от президента, какие конкретные программы, содержательные программы нужно исполнить, чтобы сократить расходы бюджета. Если бы президент сказал, что нужно сократить аппарат, я начинаю сокращение со своего аппарата. Если бы президент сказал, что мы не будем тратить деньги на войну, и я, как президент, буду бороться за мир в Чечне, потому что Чечня смертельна для России. Она не только требует огромных затрат, но там просто умирают люди, и мы не можем себе позволить такую роскошь, как войну. Кстати, она смертельна и для армии, потому что, вот представьте себе весенний призыв. Я думаю, что будет так же, как в Соединенных Штатах в 1973 году, когда матери не будут своих сыновей пускать просто в армию, и будет сорван призыв, а значит, будет разрушена армия. То есть она смертельна для России, если бы он это сказал. Если бы он сказал, что сейчас Россия находится на пороге полной зависимости от продовольствия, завезенного из Европы и Америки, просто потому что у нас неэффективное сельское хозяйство, нужно делать земельную реформу. Он этого не сказал, он вообще не сказал про земельную реформу. И сейчас мы пожинаем плоды, отсутствие реформ. 60% продовольствия Москвы импортное, во всех крупных городах такая же ситуация. У вас так же? У нас поменьше чуть-чуть, но тоже очень много. Сотни, вот у нас в Нижнем Новгороде 750 колхозов, из них в 200 колхозах уже не платят зарплату несколько месяцев, они просто банкроты. То есть реформа земельная, это абсолютно необходимая вещь сейчас для России. И спасение для России. Об этом тоже ни слова. Вот, то есть, мне показалось, что подход скорее бухгалтерский. Давайте сократим расходы, а за счет чего сократим, не говорится. Мне показалось весьма настораживающим заявление о реформе армии, которое, судя по выступлению президента, должно сводиться исключительно к тому, что надо больше денег тратить. Но ничего не говорится, например, о создании ударных частей армейских, которые могли бы участвовать действительно в сложных операциях. Ничего не говорилось о профессиональной армии. Президент ни слова об этом не сказал. Хотя мне кажется, что если бы сейчас были сформированы профессиональные дивизии, пусть одна, две или три, то это уже был бы очень важный первый шаг к тому, чтобы наша армия действительно стала сильной и мощной. Если говорить о части выступления президента, касающейся разгильдяйства чиновников, распухания аппарата, коррупции и роста преступности, то в этой части мне показалось, что президент написал послание не народу, а самому себе. Потому что все эти вопросы находятся в его компетенции. Кто мешает президенту, например, выгнать половину своих бездельников, которые его окружают? Кто мешает президенту действительно устроить серьезное разбирательство по тем фактам коррупции, которые уже давно известны? Кто мешает президенту разобраться, наконец, кто дал бандиту Дудаеву оружие? Почему об этом он ничего не сказал? Почему никто не наказан? То есть мне показалось, что послание, оно достаточно такое обтекаемое, расплывчатое и неконкретное, что очень не похоже на Ельцина. Потому что, если вы вспомните выступление Ельцина даже двухлетней давности, там всегда четко и ясно ставились конкретные задачи и предлагались пути решения. Пусть не получалось, но были четко... Но, во всяком случае, путь был ясен. Здесь, к сожалению, более расплывчато это было, и заседание проходило в зале заседаний пленумов ЦК КПСС, хотя выступление вроде бы и не очень. И что-то витало в воздух. Ну, не что-то, но, понимаете, вот когда все-таки расплывчато так говорит глава государства, то это наводит на грустные мысли. Я благодарю вас. Небольшая цитата в продолжение нашего разговора. Будьте добры. Мы не можем быть заложниками одного человека, даже если он президент. Мы не можем быть заложниками ни Ельцина, ни Жириновского, ни Зюганова. Народ не должен бояться, что после очередных выборов президента все в России пойдет вверх тормашками. Поэтому я предлагаю провести выборы губернаторов на местах до 13 июня 1996 года. Рабочая трибуна 22 ноября 1994 года. Почему вы считаете, что выборы губернаторов на местах – это какая-то гарантия стабильности? Это довольно просто. Представим себе, что мы не будем проводить выборы губернаторов. Тогда, если придет к власти абсолютно новый человек в результате выборов, то в одночасье он снимет с работы все 89 губернаторов и назначит 89 своих. Поскольку сейчас губернаторы имеют огромную власть и в области социальной политики, и в области строительства жилья, сельского хозяйства, приватизации, чего угодно, то, естественно, в одночасье страна изменит свою окраску. Если выберут коричневого президента, то страна в одночасье станет коричневой. Если красного, то она станет красной. Я не хочу, чтобы жизнь страны зависела от того, кого… Какой политик придет. Да, да, не хочу этого. Я думаю, большинство людей этого не хотят. Они хотят спать спокойно в ночь с 12 на 13 июня 1996 года. Когда мы проводим выборы губернаторов по всей России, то тоже есть вероятность ошибок. Люди ошибаются. Иногда они выбирают Дудаева, иногда они выбирают Гомсахорди. Бывает такое, ничего страшного. Но когда выбирают 89 регионов губернаторов, то даже если они ошибутся в нескольких людях, то в большинстве все-таки выберут достойных людей. Но когда они выбирают Немцова, они не ошибаются. Я попытался продолжить. Я нет. Дело в том, что я достаточно адекватно оцениваю свои возможности и свои способности. Я думаю, что если люди проголосовали, то они особой ошибки не совершили. Ошибка, она ведь видна не в момент голосования, а после. Да, это естественно, конечно. Потому что в любом случае... То есть нужно создать систему защиты от дурака. Это очень просто. Нужно защитить себя от дурака. На этом должна направлена быть вся деятельность президента, правительства и Госдумы. Я вот думаю, что если президент, например, после Чечни, когда стало ясно, что в Конституции слишком много прав у президента, сказал, что, друзья, для того, чтобы в следующий раз не было таких потрясений, для того, чтобы были какие-то издержки и противовесы, я лично выступаю с инициативой, лично выступаю с инициативой ограничить права президента в Конституции, если бы он выступил с таким заявлением, то я думаю, что это был бы шаг к тому, чтобы создать стабильную систему в обществе. Я думаю, что если бы он сегодня в выступлении сказал, что ради сохранения стабильности России, ради спокойствия в России, я считаю, что нужно объявить выборы губернаторов обязательно, я думаю, это тоже бы было, играло на стабильность. К сожалению, этого ничего нет, хотя должен сказать, что когда Борис Николаевич плавал по Волге летом прошлого года, он, давая интервью многочисленным журналистам, сказал, что, конечно, в Нижнем Новгороде надо немедленно провести выборы губернатора, и вообще в России нужно их провести. Я думаю, что сейчас настало время действительно так сделать. Представьте себе губернаторов, которых назначил Ельцин, и которые должны не участвовать, а работать в преддверии президентских выборов. Вот они каждый день открывают газету, там написан рейтинг Зюганова, Явлинского, Жириновского, Ельцина, и каждый день они думают, что же с ними будет в ночь с 12 на 13 июня. Вы представляете вообще, во что превратится? И все остальные чиновники, назначенные до самых сельсоветов, тоже так же думают. Вся государственная машина начнет пробуксовывать, она начнет искать себе запасные аэродромы, коррупция приобретет необъятный совершенно характер и неконтролируемый. То есть люди будут очень нервничать. Вот то, сегодня президент говорил об укреплении государственной власти. Во имя укрепления государственной власти нужно объявить выборы. Причем везде, не только губернаторов, нужно объявить выборы в городах, в районах, везде. Еще один аргумент со стороны демократических, формально демократически настроенных деятелей в окружении президента, это то, что если объявить выборы губернаторов, то выберут коммунистов и фашистов. Я хотел сказать об этом уже. Вы же тоже следите внимательно за рейтингом. Да, выберут коммунистов и фашистов. В отношении коммунистов я могу так сказать, что если, например, раскрасить нашу страну красками в зависимости от политической ориентации, руководства, областей и краев, то она в основном будет красной и слегка розовой. Иногда только будут белые такие пятна, но небольшие. Это пятна демократии? Это пятна, где не коммунисты. А, понятно. Поэтому если объявить выборы, то в этом плане хуже не будет. Может быть, более розовые пятна появятся в большем объеме и уменьшится количество бордовов. Как-то вы успокоили своих коллег коммунистов. Губернатор. Ну да, но хуже в этом плане не будет. Что касается фашизма, а сегодня, кстати, президент говорил... Он впервые так был. Да, об угрозе фашизма это очень важно. Я считаю, это замечательно, что он на это обратил внимание. То, конечно, российский народ в преддверии 50-летия победы не может голосовать за фашистов, если его до этого не довели. Если его довели просто обнищанием, то он готов за черта проголосовать, чтобы только хоть что-то изменилось. Поэтому это, опять-таки, я бы сказал, такое автообращение. Вот. Я думаю, что здесь надо просто почаще смотреться в зеркало. Вот и все. Вы часто смотрите в зеркало? Ну, вот, например, перед передачей смотрелся. Благодарю вас. Небольшая цитата в продолжении разговора из вашего интервью. Будьте добры. А ваше имя в последнее время называют в числе претендентов на пост президента России. Как вы относитесь к этому? От добра добра не ищут. Меня очень увлекает сегодняшняя работа. Кроме того, я не привык бросать дело на полпути. У меня есть убеждение, что до 2000 года мы сможем убедиться в результатах труда. И я буду с гордостью говорить, кое-что удалось сделать, в том числе и мне здесь, в Нижнем Новгороде. Рабочая трибуна 22 ноября 1994 года. Ваши взгляды вообще на политику, на власть за 4 года работы губернатором, почти за 4 года, изменились? И насколько? В какую сторону? В сторону умеренности изменились. А самое главное, это то, что стало ясно, что быстро все равно ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать за 100 дней, ничего нельзя сделать за 500 дней, за 1000 дней. Нужна кропотливая, иногда абсолютно изнурительная работа. Работа опасная в условиях России, работа непредсказуемая. Опасная в каком смысле? Для личной жизни? Она опасна и для личной жизни, она опасна и с точки зрения семьи, и с точки зрения будущего. Потому что спросите любого губернатора, спросите любого члена правительства, что с ним будет через 2 года. Никто не ответит. Ни один человек не может ответить в России о политике в первую очередь. Именно поэтому заниматься политикой в России, это настоящая мужская работа. По-настоящему мужская работа. Я считаю, что именно это время наиболее интересно. Хотя по китайской пословице, не дай вам бог жить в эпоху перемен. А тем более еще тут заниматься конкретной деятельностью такой политической. Но тем не менее... Все равно классно, все равно здорово. Это захватывает. Конечно. Совершенно, я согласен. Это абсолютно захватывает. Вы стали жестче за это время? Ну, по-видимому, да. По-видимому, да. Циничнее? Ну, нет, я бы не... Не к людям, я имею в виду, а вообще к ситуациям, которые... Просто, понимаете, в наше время, когда действительно в кризисном положении находится общество, очень редко приходится принимать популярные решения и очень часто непопулярные. Непопулярные решения, они, как правило, приносят боль десяткам тысяч, а иногда миллионам людей. Например, повышение квартплаты или безудержное повышение цен и так далее. В этом смысле жесткость проявлять надо, потому что забавно, что когда перемены в стране, и хочешь принять популярные решения, то, как правило, через месяц оно выяснится... Оно настолько невыгодно. Да, настолько разрушительно, что его не надо. И наоборот, сегодняшнее принятое непопулярное решение может оказаться благом через месяц или через два. Вот яркий пример минимальной зарплаты. Конечно, все хотят, чтобы минимальная зарплата была повышена до 54 тысяч. Это понятно, насколько это все схлестнет. Я могу сказать, что все будет просто. Никому просто ее платить не будут, и все. То есть, сейчас не только шахтеры не будут получать деньги, и работники военно-промышленного комплекса, но и не будут получать деньги врачи, учителя, не будут получать пособия детские, миллионы и миллионы семей, имеющих детей. Поэтому вот это решение, казалось бы, популярное, да? Его принимать нельзя, потому что оно может разрушить окончательно Россию. Скажите, вам удалось на рынке ценных бумаг у себя Нижегородской области создать, ну, во всяком случае, прецедент, когда государственная бумага очень высоко котируется? Я имею в виду знаменитые немцовки. Да, было такое. Вы наряду там Керенки, Катеньки, Немцовки уже вошли? Я бы, конечно, был бы счастлив, если бы бумаги имели такое ужхождение, как Катеньки, которые, как известно, можно было обвинять в Лондоне, в Париже и в Нью-Йорке. Немцовки, к сожалению, в этих городах обменять нельзя. Да, они пока там не знают. Да, ну, может, нет, знают, наверное, все-таки писали о них тоже. Но просто так случилось, что первый раз за долгую советскую и постсоветскую историю власть обещала выплачивать дивиденды, их выплачивала. Власть обещала разыгрывать тиражи выигрышей и разыгрывала тиражи. Власть обещала и никого не обманула, выпуская бумаги. И народ поверил, стал покупать, и за ними, говорит, гоняются даже. Да, сейчас ситуация совершенно замечательная. Мы выпустили еще второй такой заем и выпустили уже третий, жилищный. Вот общий объем проданных бумаг, только в нашей области, больше 50 миллиардов рублей. Это большая сумма. И что мы сделали? Вот на жилищный заем мы построили дома. И впервые в России будет в начале марта сдаваться несколько домов для людей, которые построены на деньги, вырученные от продажи каких-то всего лишь региональных бумаг. То есть это настолько вдохновить должно людей, простых жителей, которые стоят в череде... Совершенно верно. Это вообще фантастическая программа. Я никак не ожидал, что она так разовьется. И вообще вот эта жилищная программа, пожалуй, единственное, что можно сделать, когда сильная инфляция. Ну, посудите сами. Люди не могут скопить даже себе... Ну, в Москве вообще невозможно ничего купить. В Москве это... Честному человеку. В Москве ужас. Да, в Москве не трогаем. Но даже в Нижнем Новгороде бешеные цены на квартиры. Бешеные сколько метр стоят у вас? По-разному он стоит... Ну, от района, да. Я могу сказать, он стоит от 600 тысяч до 2-3 миллионов рублей за квадратный метр. Вот. В плохом, таком непрестижном районе 600 тысяч можно купить. Это довольно... Да, это очень... По московским ценам. Абсолютно. Я согласен. Но это очень плохое жилье без особых удобств. Ну, понятно. Вот. Дорогое жилье стоит, конечно, уже несколько миллионов рублей за квадратный метр. А здесь ты покупаешь облигацию. Один квадратный метр у него номинал. Просто на ней написано. Один квадратный метр. Вот сегодня можешь купить один квадратный метр? Купил. Потом еще один. Потом еще. И так метр за метр... И что потом делать? Метр за метр. Ну, хорошо. Ну, сто я купил таких. Все. Потом приносишь в кассу и говоришь, вот у меня 100 бумаг. Там 100 метров. Давай мне 100 метровую квартиру. Тебе через месяц все дают. Серьезно? Все, да. Вот в этом вся смысл программы. Так, как вам в Новгород? Можно поехать. Мне очень хотелось. А сколько стоит один метр? Значит, один метр. Номинальная цена была стартовой 750 тысяч рублей, когда мы начинали. Это выпуск, да. А сейчас на рынке? Сейчас на рынке она колеблется около миллиона 100, миллиона 200. О, прилично. Ну, что делает сейчас предприятие? Допустим, я не могу заплатить такую цену за один метр. Подписывается договор с директором завода. И директор говорит, если ты купишь, то я тебе компенсирую 60%. Класс. И фактически люди, завод, допустим, не может построить дом, но купить несколько квадратных метров своим сотрудникам может. Во-первых, люди работают уже. Они перспективу. Да, они ждут. Вот у них 3 метра. Они уже не хотят увольняться. Они хотят дальше работать. Они хотят 5 метров, потом 6. То есть, это на самом деле очень отличная программа. Я даже не ожидал, когда мы ее начинали, какая она будет бурная. Кстати, Чубас сегодня буквально обещал приехать и перерезать ленточку в домик, где будут заселяться жильцы, которые вот скопили соответствующее количество бумаг. Это он завтра приедет? Нет, он приедет в марте. А, вот когда в марте, да, да. Вам предстоит ответить сейчас на звонки наших зрителей. Прошу, господа. Итак, первый звонок. Что вы, как губернатор области, сделали для улучшения работы милиции в борьбе с преступностью? И ваше мнение о ее работе? Замарайл, Краснодарский край. Очень конкретный вопрос. Сначала статистика. За 94-й год уровень преступности в Нижегородской области уменьшился на 12%, а раскрываемость увеличилась до 64%. О, это фантастически. И, кстати говоря, опросы, которые мы проводили среди нижегородцев, показали, что вопросы безопасности граждан, если раньше они были на первом месте, а на втором месте инфляция, на третьем развал страны и так далее, то сейчас вопросы борьбы с преступностью отошли в общественном сознании у людей на третье и четвертое место. А что на первом? На первом инфляция, рост цен, отсутствие денег. Это самый главный вопрос. На втором месяц назад была Чечня, на третьем была борьба с преступностью. Что сделано? Мы создали довольно мощные системы муниципальной милиции, увеличив штатную численность больше, чем на 5 тысяч человек. Из бюджета выделяются миллиарды и миллиарды рублей. Далее мы создали ударные подразделения спецназа и 6-го управления по борьбе с организованной преступностью. Кроме того, мы закупаем довольно мощную технику, которая давно уже есть у бандитов, но никогда не было у милиционеров. Я имею в виду и высокоскоростные автомобили, и подслушивающую аппаратуру, и радиостанции, и так далее. То есть мы тратим на это миллиарды рублей, не жалеем на это денег, потому что безопасность это единственное, что должна власть делать по-настоящему, и что она пока не может сделать. Я думаю, что проблема борьбы с преступностью, она по-настоящему ключевая, и если бы даже не удается, допустим, остановить инфляцию, потому что это не в силах местная власть сделать, то, по крайней мере, уж навести порядок у себя в собственном городе, это мы должны сделать. Мы проводим регулярно рейды на рынках, регулярно подключаем внутренние войска, пока Чечни не было, внутренние войска патрулируют улицы. И, кстати говоря, в те дни, когда внутренние войска выезжают на улицы Нижнего, бандиты, конечно, абсолютно прячутся, и уже никто не уходит. Понятно. Я благодарю вас, к сожалению, в наше время истекло, и мне очень жаль, что мы не можем продолжить час пик дальше. Спасибо большое. Сегодня был час пик для губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, самого молодого и самого перспективного губернатора России. Всего доброго, до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин